Ну что, друзья, привет-привет, наконец-то мы с вами снова встречаемся, и в этом ролике я бы хотела вам повествовать свою историю, свой путь, как мы добирались обратно из России до Германии в это непростое, ну, на данный момент время. Как мы прилетели из Германии до России в гости, вы можете посмотреть видео подробное, как в форме подкаста, проходите, пожалуйста, ознакомьтесь, а сегодня бы я вам рассказала подробный путь, как мы все-таки добрались домой. Этот перелет состоялся в конце января 2023 года, и почему мы полетели? Потому что, грубо говоря, мы нагостились, наше время пребывания в России прошло, и пора возвращаться домой, мы живем в Германии. Перелет был из России, республики Хакасия, города Бакан, до Франкфурта на Майне. И, конечно же, сам перелет начался, я не знаю, как у вас, но у меня, наверное, уже по классике жанра просто каждый перелет, это сказывается так волнение, беспокойство, я не знаю, сам уже настрой происходит таким образом, что я всегда заболеваю перед какой-то дорогой, путешествием, перелетом и так далее. И этот раз было тоже не исключение, я простыла с тяжелым кашлем, сижу на ингаляторе, на каплях, на таблетках, было такое беспокойство, волнение, что, боже, ну почему сейчас? Ну ладно, это просто, как всегда, я рассказываю для себя, чтобы запомнить эти подробности. И, как ни странно, перелет этот мне дался, конечно, намного проще, легче, я не знаю, в связи с чем это связано. Может, то, что был исключен автобус, может, я уже знала, к чему готовиться, была подкована чем-то, сложно сказать. Но, как мне кажется, это все далось, потому что мы летели от большого количества времени к маленькому. То есть мы в небе с каждым перелетом проводили все меньше и меньшее количество времени, потому что, так скажем, на борт первый самолет, где нам предстоит перелет от Абакана до Москвы 5 часов, такой еще свежий, заряженный. И то есть это не так мучительно, как, скажем, на последнем этапе. В этот раз мы приобрели компрессионные чулки, что просто невероятно спасло мое здоровье, мои ноги, потому что по возвращению с Германии в Россию у меня были очень сильно отекшие ноги, то есть мне даже предстояло применение медикаментозное лечение кремами и так далее, потому что очень сильно все текло. Хочу напомнить, что перелет совершался в положении, я беременна. Ну и, конечно, большое спасение, залог, так скажем, хорошего перелета, это очень хорошо подготовиться к путешествию с ребенком. То есть заранее скачать какие-то мультфильмы на планшет, тот же, на игры, на телефон, зарядить всю технику, набрать игрушек в рюкзачок, чтобы ребенок знал, что у него есть все разное, от пазл до машинок, рисование. Это все помогало и облегчало перелет. Также было большим плюсом, что в самолете с Абакана до Москвы самолет оказался наполовину пустой. И, конечно, это сразу, все мы понимаем, намного легче. Мы обратились к стюардессе, чтобы нас отселили, скажем, отдельно, где мы могли разместиться вдвоем на трех креслах. Было большое количество места, где можно лечь, вытянуть ноги. Это самый первый перелет получается, то есть еще плюс-минус легко, с утра пораньше, после ночи выспавшийся. И также, что облегчало, что так как самолет полупустой, я уже заикнулась, ребенок мог спокойно передвигаться. Стюардессы не имели ничего против, я была только за, что Максим мог спокойно ходить там из ряда в ряд. Мы сидели, можно сказать, в самом хвосте, что там вообще не было людей. Он мог там посидеть, там окошко закрыть, там кресло, грубо говоря, отклонить. И это тоже занимало какое-то время. Большой плюс и спасение, это, конечно, когда твой багаж в 32 килограмма может лететь транзитом, тебе не надо о нем не беспокоиться, не думать, не волноваться. В Абакане мы его сдали и в Турции мы его получим. Почему не в Германии? Потому что мы летели до Турции одной авиакомпании, а уже Турция-Германия, здесь идет европейские авиалинии. То есть тоже перекидывать надо багаж. Но это не так страшно, потому что это происходит все в аэропорту. Это можно взять тележку, все на колесиках, где ровная дорога, ничего не надо тягать. То есть это намного проще. Мы летели через Домодедово аэропорт. Было удивление того, что все остальные терминалы и аэропорты были на тот момент закрыты за невостребованностью. Потому что многие международные рейсы были отменены, как мы знаем, из-за мировой ситуации. Ожидание в аэропорту в Москве у нас было 12 часов. И казалось бы, о боже, как это долго. Мы зарезервировали 5 часов в отеле ожидание. То есть это было специально сделано, потому что ребенок встал с утра пораньше. Я в положении беременной. Просто хотелось побыть в тишине, изолированном, в горизонтальном, а не сидячем положении. Отель был забронирован в аэропорту Шерементьево. Как я ранее изучала на сайте, это можно без проблем с помощью автобусов. Поезда между аэропортами. Аэропортами все соединено и можно без проблем спокойно передвигаться. Но почему-то не было указано на сайте то, что в данный момент аэропорта закрыты. Все это перекрыто и надо было прям выходить на улицу, через автобус. Ну то есть немножко осложнял этот путь, чтобы переместиться нам с Домодетово в Шерементьево. Отель мы забронировали. Называется он Воздушный экспресс. И я могу его вам рекомендовать. Так скажем, за небольшие деньги предоставляется койка, тишине, все чистенькое, персонал просто невероятный. Ну в смысле обслуживания все добрые, отзывчивые. Мы взяли самый простой номер. Кроме кровати, туалета и душа ничего не было. Номер был даже без окон. Мне это ничуть не смутило. Добирались мы до номера на Воздушном экспрессе, как он называется. Это такой поезд, который ходит между аэропортами. То есть все соединено, тебе, грубо говоря, даже не надо одеваться. Все быстро работает. Каждые полчаса отходит этот поезд до нужного терминала. С ожиданием тоже проблем не было. Но что мне не понравилось, я не знаю, может кому-то будет интересно, полезно, и кто-то может услышит. Но для меня было очень неудобно то, что, во-первых, где покупают билеты на Воздушном экспресс, вот этот поезд, не было ни одного стула, ни одной лавочки, то есть где можно посадить ребенка, поставить эту ручную кладь. А во-вторых, этот билет, который до другого терминала, до другого аэропорта, ты можешь купить только онлайн. То есть там работают кассы, и касса тебя, женщина, отправляет в онлайн. Мне тоже это было немножко неудобно, потому что у меня были наличные, вот ты же здесь работаешь, почему я не могу купить билет. Приобретение этого билета возможно только с русской сим-картой. Вот это мне очень сильно разозлило, потому что я уже в Абакане переставила свою немецкую симку, чтобы удобнее не тыкаться, не ломаться. И тут я встречаюсь вот с этими, так скажем, накладными моментами. Ребенок бегает туда-сюда, ему некуда приткнуться, ты тоже с рюкзаком. В итоге садишься на пол, я давай где-то просить иголочку что-то достать, чтобы опять эту сим-карту переставить. В итоге с горем пополам я купила этот билет, ты проходишь турникет, онлайн, QR-код прикладываешь, и, можно сказать, спокойно проходишь на свой поезд. Поезд очень комфортный, теплый, то есть двухэтажный, что было тоже интересно, ну, для ребенка, для меня тоже. Цена билета составляла 200 рублей в одну сторону. И также бонусом от отеля, который вот мы забронировали, было это то, что они 100 рублей могли вернуть, ну, как, так скажем, бонус, что вот с этой ситуацией оплатить дорогу на этом поезде. Так скажем, мелочь, а приятно. Тоже тебе на почту они высылают социальный код, когда ты при покупке билет онлайн на воздушный экспресс можешь везти, и у тебя снимается 100 рублей. Хотелось отметить, что вот настолько грамотно было распланировано все время, вот эти 12 часов пребывания в Москве. Мы учитываем время, когда мы прилетаем. Это парковка самолета, это выход, это регистрация, это пока ты перейдешь вот с одного терминала в другой. Пребывание 5 часов, то есть тебе надо покушать опять обратно. И потом, когда ты идешь на международный рейс, мы знаем, что это надо проходить таможню, больше осмотр. Вот эти 12 часов, они прошли буквально незаметно, что вот было рассчитано все по пунктам. Вот заранее продумать, заранее интернет посмотреть, это тебя спасает и по нервам, и, так скажем, не так сильно выматывает. Ну и когда мы приехали уже в Шерементьево, где нас ждет наш готовый номер, конечно, было очень пугающе видеть просто пустой аэропорт, где нет людей, где наполовину горит свет, где перекрыто все красными лентами, все рестораны, магазины, все закрыто. Как будто ты в каком-то фильме ужасов находишься, как зомби-апокалипсис какой-то. Пустота, так непривычно, тишина. Как я сказала, мы разместились в самом простом номере, нас уже встретили. Я заранее также оплатила наш номер, нас провели, и мы сразу легли спать. Ребенок моментально вырубился, потому что утром был подъем ранний, перелет 5 часов, вот пока мы тоже нашли дорогу. Как мы проснулись, собрались потихоньку, не торопясь, и пошли уже на таможенный контроль. Перелет дался довольно легко, потому что мы свежие, отдохнувшие, мы полежали в кроватке, мы покушали, и перелет с Москвы до Турции был 5 часов. Было плюсом то, что самолет был неполный, были свободные места. И когда мы заходили на борт, я также обратилась к стюардессе, что, если возможно, нас потом переселить, пересадить втроем, наоборот, вдвоем на кресло, где три места, чтобы мы также могли разместиться, нам больше двигаться, свободней. Я думаю, вы понимаете. Перелет проходил все той же авиакомпании, потому что у нас багаж идет транзитом, и что, должно сказать, вот просто супер все прошло. Мало того, что у нас было, так скажем, плюс одно место. Мы себе сделали такое, как кровать, там выложили куртками, шапками. Ребенок выспался, он сидел в планшете, смотрел мультики, что-то играл, а я прям по-настоящему понапнула. Я прям легла в эту кроватку, можно сказать, на него ножки вытянула, нас покормили. Через время какой-то ребенок проголодался, мы подошли к стюардессе, спросили, есть ли еще дополнительная порция. Нам вынесли, мы опять покушали спокойно. Прибытие в Турции мне было немножко сложновато, потому что я не говорю на английском языке. Было немножко затруднительно найти, где взять багаж, куда идти на регистрацию. То есть такая как растерянная, потерянная немножко, но это все решаемо. Там, грубо говоря, на пальцах, на словах, какие-то английские слова вспоминаются, все равно мы нашли, куда нам двигаться. И здесь у меня в Турции, когда нам надо идти на регистрацию, сдавать багаж, у меня ребенок начал сдаваться. То есть это смена часового пояса, все равно перелет, дорога, как для меня сложно, для ребенка тем более. Я увидела впервые, как человек, Максим, засыпает на ходу. Я здесь в одной руке везу наш чемодан-багаж, который надо сейчас сдать, а во второй руке держу ребенка за руку. И понимаю, что мы очень сильно замедлились. Он обычно там что-то говорит, о, смотри, а тут тишина. Я голову опускаю и смотрю, он идет, и вот глаза вот у него как будто он поднимает. Я наклоняюсь к нему, говорю, ты что, спишь? Откуда, мама? Я хочу спать. И понимаю, что он на ходу начинает отключаться. Он начинает ноги заплетаться, и вот я его как будто прям тяну. Это было настолько стрессово, смешно, непонимание. То есть у меня такого еще не было, чтобы он прям вот на ходу засыпал. Очень была такая волнительная, шепетильная ситуация. И рядом с посадкой, где нам надо было сдавать багаж, получать билеты, была такая детская небольшая площадка. Классное место, я считаю, в аэропорту для ребятишек. Там прорезиненный пол, и мы только подходим, я успеваю кинуть туда куртку, и, можно сказать, в полете ребенок засыпает. Все, я его оставляю, а понимаю по времени, что нам остается буквально считанные минуты, ну это утрированно, до конца регистрации. Ребенок уснул просто мертвым, вот мертвым сном. Я вот по-другому не могу объяснить. Его не повернуть, не пошевелить, он тебя вообще не слышит, то есть вырубился. К счастью, пришла туда женщина тоже с ребятишками. На площадку играть я к ней обратилась, она говорит на русском. Я говорю, могли бы вы вот присмотреть за ребенком? Я отправляюсь, прохожу на эту стойку, и мы купили билет бизнес-класса. Я попала на какую-то акцию, что бизнес-класс был дешевле, чем эконом. Думаю, ну почему бы и нет. Тоже это сыграло свою роль, потому что, мы все знаем, на бизнес-класс проходит без очереди. Как всегда там очередина такая, все с детьми кричат, толкаются. Меня без очереди пропускают, я прохожу, сдаю багаж. К вас же двое летят. Я говорю, да, двое. А где ваш второй пассажир? Я говорю, ребенок спит, я не могу его, ну вот паспорт, я мама. Нет, нам надо его видеть лицо. Нам надо видеть, что он здесь. Я понимаю это их требование, но меня настолько это разозлило. Я говорю, да он со мной, он просто спит, отдыхает. Это все происходит на английском языке, я толком коммуницировать не могу. Вот здесь вот, конечно, пришлось пострессовать. Ну да ладно, я оставляю этот чемодан. Иду за ребенком. И когда я возвращаюсь к Максиму, вижу, как мне идет навстречу эта женщина. И у меня вот такие глаза смотрят на нее. Думаю, что? Все, вот нам пора лететь, ребенок там спит. Я настолько была в шоке. Мой ребенок без пересмотра в аэропорту. Бегу к Максу и пытаюсь его разбудить. Ребенок вообще не просыпается. Он спит, может, от силы минут 20. Я его карабкаю на себя. Кладу голову, то есть вот он как спит, тело такое. Расслабленное. То есть голова спадывает. Дотаскиваю опять до стойки регистрации. Говорю, покажите лицо. Вот как она прикопалась с этим лицом. Я не знаю, да что тебе надо? Что ты хочешь? Я пытаюсь повернуть его, а он как-то, ну как что... Спит. Лицо спрятано. Давай поднимать его. Покажите, покажите. Вроде там что-то с паспортом начала сверять. Все, он вроде плюс-минус там начала дыбываться, просыпаться. Все, этот чемодан у меня приняли. Также, так как бизнес-класс, за нами пришла женщина и провела, можно сказать, без очереди. К социальному коридору вот этот сам таможенный контроль, осмотр, где надо пройти металлоискатель, да, сдать чемоданы на сканер. У тебя отдельный проход получается бизнес-класса. Все быстро прошли мы, можно сказать, в зал ожидания. В зале ожидания также еще предоставлялось немножко у нас времени, где мы смогли в какую-то кафешку сесть, посидеть. Макс уже, видимо, ему хватило эти 20 минут вздремнуть, что опять с новыми силами, заряженный, бодрствует. Вот мы там перекусили, покушали и пошли искать наш выход на посадку. Здесь я должна отметить, летать с ребенком первым классом это что-то невероятное. Это очень здорово. На посадку мы нашли место без проблем. То, что тебя пропускают без очереди, то, что тебе не надо ждать эту всю толпу, тебя сразу отвозят, провозят на свое место. Места первого класса, они намного больше, шире, проход, самообслуживание, ну, так скажем, да, более индивидуальное. И большой плюс, не знаю, в моем положении это было то, что в первом классе, конечно, туалет. Он, можно сказать, там буквально на несколько человек, и не надо ждать очередей каких-то. Я могла спокойно сходить одна, потому что это вот рядом, здесь. То есть не обязательно с собой ребенка толкать, тянуть, звать. Лететь с Турции до Франкфурта на Майне 3,5 часа. Они уже давались нам, ну, тяжеловато, потому что это третий самолет. Но радовало то, что это меньшее количество времени находиться в небе. Этот перелет дался трудноват, потому что он последний. И у меня, когда вот мы уже начали взлетать, очень сильно разболелся живот. И я делала ставки на то, что я таскала на руках вот к паспортному контролю ребенка. Я беременна хотела, хочу напомнить, что на время перелета, и сейчас, тянет, колет, что вот я не могла себе место найти, и обнять, и приподнять, и нажать. Вот из-за этого мне казалось, мы никогда не приземлимся. У нас приходит время к приземлению. И как всегда, по классике. Все 3,5 часа, что мы были в небе, у ребенка не сомкнется глаз. Он не зевнет, ничего такого. То есть смотрит мультики, занят, где-то там поиграет. Но как только нам предстоит посадка, он начинает вырубаться и засыпать. Вот объявляют, через 15 минут у нас начинается снижение, да? Поднимите спинки, откройте иллюминаторы. И в этот момент Максимилиан, сыночек мой, засыпает. Вот прям мертвым сном, опять вырубается, его не пошевелить. Можно сказать, его тело я там на ремень пристегнула. Держу рукой, чтобы он при посадке не упал. Вырубился, отключился. Раземляемся, нам пора выходить уже. Я его не могу разбудить. Думаю, да что же за подстава такая? Проснись. Спит он сколько от силы? Минут 10, наверное. Вообще, растыркать его не могу. Мы во время перелета всегда разуваемся. Я ему начинаю натягивать просто обувь, одевать тут же. Ну, конечно, от этого шевеления он там начинает шевелиться. Мама, я хочу спать, отставь меня. Думаю, нет, в этот раз я тебе не понесу, потому что у меня очень сильно болит живот. Мне бы себя вынести. Беру его за руку и опять вот этого сонного человека, который идет, так носом клюет. Я его веду и просто на автомате, вот на каком-то автопилоте, просто тупо за мной. Это мы уже приземлились в Германию, Франкфурт на Майне. Ура! То есть нам осталось буквально совсем ничего. Выйти в аэропорт, забрать багаж. Все здесь намного легче. Я уже знаю немецкий язык. Где какие вопросы, я могу без проблем спросить, узнать. Багаж взяли. С ребенком выходим уже вот из этого, да, посадки, то есть на выход. Как нас встречает муж. Ребенок, конечно, уже так проснулся. Но папа бежит ему навстречу, обнимает. Муж берет все чемоданы, все рюкзаки, ручной кладь, все на себя. Ребенка на себя. Я иду, несу свой живот. Макс, видимо, опять ему хватило эти 10 минут задремнуть. Он такой в более приподнятом настроении. Мы все, заходим в машину. И нам от Франкфурта домой, на где мы живем, еще 2 часа на машине. Садимся только в машину. Пристегиваем в автокресло Максима. И он тут же опять засыпает. И все 2 часа, что мы в пути, он спит. Я тоже кемарю, но уснуть я не могу расслабиться до конца. В дороге мы были 27 часов, то есть чуть больше суток. Если все вместе от Абакана взять до прям прибытия сюда домой. Это намного меньше, чем мы летели из Германии в Россию. Мы летели были в дороге двое. Когда я испытываю такой стресс, когда ответственность, перелет. Я очень сильно напряжена. И мне надо очень много времени, чтобы расслабиться и уснуть. Дорога тоже проходит спокойно. Мы останавливаемся, где-то перекусить. У меня живот начинает отпускать. Тут уже кресло у тебя. Можно спинку откинуть. И муж под боком. Помощь такая. Ну и ты уже домой едешь на финишной прямой. По прибытию домой муж накормил завтраком. Наверное, так правильно сказать. Мы приехали в утреннее время. Переложили Максима с машины в кровать. Он не проснулся даже. Вот глаза не открыл. И еще, наверное, часов пять проспал. И мы вместе с ним. Это было смешно, когда вот он через пять часов уже дома, в кровати у себя проснулся. Он спрашивает. Мама, где я? То есть ребенок вообще потерялся в пространстве. И он уже заблудился. В каком доме? Вот такой был интересный, запоминающийся перелет. Ну, как я сказала, он прошел намного проще, легче. Конечно, со своими нюансами, какими-то минусами. Эта поездка, конечно, того стоила. Это было запланировано. Все сто раз обдумано. Потому что первого видео, вот не забывайте проходить, посмотреть, много положительных комментариев. И написала, что ты беременная зимой, да с ребенком, куда летишь. Если я рассказываю вам об этом, это не говорит, что я такая наивная. Я просто взяла, купила билеты и полетела. Это было обдумано, обговорено, взвешены плюсы и минусы. И, значит, цель поездки надо было нам решить много важных вопросов. Там я стояла на учете по беременности. За мной смотрели врачи, родственники, мама, бабушки, дедушки. Здесь тоже самое по прибытию, я также сразу пошла к врачу. Я взрослый человек, со своей головой на плечах, умею думать и размышлять. Я хочу поблагодарить за этот просмотр. Если у вас какие-то вопросы оставали, спрашивайте в комментариях. Я на них отвечу. И всем пока-пока!